5 миллиардов 600 миллионов рублей. Почти треть направили на ремонт дорог Барнаула и Бейска. Отремонтированы мосты. Главный ремонт старого моста в Барнауле впереди. И здесь жителям придется потерпеть. Без закрытия движения не обойтись. Будем ремонтировать в этом не 4 года, а 2. Там большое количество истакад. На истакадах нужно поменять большое количество балок. Пролетное строение совмещенной части. Все будет меняться с железобетонной на металлическую плиту. Поэтому работ предстоит очень много. А пока на отремонтированных дорогах идет диагностика. Оформляют гарантию до 4 лет. Подрядчикам, которые не успели закончить работу до 1 октября, грозят штрафом. Всего в крае в этом году реконструировали более 900 километров дорог. Дошли, говорят власти, наконец, даже до Камня-Наби. И по оценке федеральных экспертов, Барнаул вошел в топ-3 по состоянию дорог. Перед нами Тюмень и Казань. Правда, есть и другая сторона. Чем лучше дороги, тем выше, к сожалению, скоростной режим. У каждого, прежде всего, в голове должна появиться ментальность. О том, что, наверное, находясь на дороге, нужно понимать меру ответственности. А пока не у каждого. Меру ответственности теперь определяют правоохранители. Комсомольский. Вечер минувшего воскресенья. На нерегулируемом переходе сбиты сразу трое. Все доставлены в больницу. Заведено уголовное дело. Как говорится, благими намерениями. Аварийность на отремонтированных участках снижается, а тяжесть травм в ДТП увеличивается. И пешеходы здесь играют не последнюю роль. В темное время суток, без светоотражающих приборов, молодые люди, одев капюшон на голову и поставят наушники в уши, слушая музыку, выходят из-за кустов и идут через дорогу. Но никому легче не будет, если тебя с обид на пешеходном переходе. Сейчас на всех отремонтированных дорогах устанавливают приборы фото- и видеофиксации. В течение ближайших дней закончат участок в Николаевке, включат освещение, а до конца 2024 года обещают осветить 170 километров дорог. Ну, кстати, в нормальное состояние, по оценке властей, к примеру, в Барнауле, уже привели 65% дорог. В следующем обещают реконструировать еще пятую часть всех магистралей краевой столицы. Евгения Даровская, Николай Шелко. День с толком.